Добрый день, дорогие слушатели! С вами я, Айгерим Толюханова, с недельным обзором новостей от портала TheGuardian.com. Правительство Японии отвергло курс на отказ от атомных станций и утвердило программу развития национальной энергетики. Общая доля АЭС к 2020 году предполагается до 13,5%. К 2030 году возобновляемые источники, включая солнечные батареи и витринные установки, должны давать около 20% потребляемой в Японии энергии. Токио намерен заново запустить ряд остановленных АЭС, предварительно их проверив. В настоящее время дожидается разрешения на возобновление работы 10 энергетических атомных реакторов. До аварии на АЭС Фокусима-1 весной 2011 года атомные станции давали примерно треть потребляемой в Японии энергии. Их полная остановка привела к резкому расширению использования тепловых станций, которые требуют большого количества торгостоящего топлива, в первую очередь жиженного природного газа. Его дополнительные закупки привели к существенному дефициту торгового баланса Японии. Пока Япония разбирается в своих проблемах, исчезновение малазийского самолета «Боинга» насторожило весь мир. Обломки малазийского «Боинг» ищут почти 30 самолетов и кораблей. 14 самолетов и 13 кораблей продолжат поиски пропавшего более месяца назад малазийского авиалайнера. Перед возобновлением поисков зона операции была сокращена до 57 и 9 тысяч квадратных километров. Накануне несколько объектов были обнаружены на поверхности Индийского океана в районе поиска пропавшей малазийского самолета «Боинг-777-200». Австралийское военное судно Ocean Shield засекло возможные сигналы черного ящика пропавшего самолета. До этого сигнал не могли зафиксировать в течение суток. Австралийский самолет C-3 Orion уловил сигнал, но не исключена версия, что он был получен от искусственного источника. Самолет пропал в ночь на 8 марта, когда вылетел из Куала-Лумпур в Пекин. На его борту находились 239 человек. Предположительно, самолет потерпел крушение в южной части Индийского океана, хотя никакие обломки самолета, подтверждающие крушение, не были найдены. Пока мир гадает, живы ли пассажиры малазийского «Боинга», в Сирии вновь загорелись взрывы. В сирийском Хомси 25 человек погибли при взрыве машин. Два заминированных автомобиля взлетели на воздух в сирийском городе Хомси, который убил по меньшей мере 25 человек и ранил еще больше. Практически все убиты и ранены – мирные жители, среди которых женщины и дети. Сообщается о 25 погибших и более 107 раненых от взрыва двух машин. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Взрыв произошел в квартале, где проживают преимущественно аловиты. Аловиты традиционно поддерживают действующего президента Сирии Башара Асада, который сам принадлежит к этому религиозному течению. А на другой части света в Латинской Америке борются с нелегальным наркотрафиком. Полиция Колумбии перехватила 7 тонн кокаина – самую большую партию за 8 лет. Правоохранительные органы Колумбии во время спецоперации на крупнейшем порту страны Картахене изъяли 7 тонн кокаина. Об этом сообщил министр национальной обороны Хуан Карлос Пинцен. Это была отличная работа полиции и военно-морских сил, которой участвовала также и прокуратура. Возможно, это была самая большая партия наркотиков в истории Картахены. Этот груз направлялся в Нидерланды, в порту Роттердамы, и он был перехвачен практически в момент отправки, пояснил Пинцен. По сведениям полиции, наркотики были спрятаны в ящике с мяготью ананаса. С начала 2014 года правоохранительные органы страны уже изъяли почти 30 тонн кокаина. При этом 13 тонн были обнаружены в портах во время отправки за границу морским путем. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.